В рамках гражданских слушаний состоится круглый стол на тему нарушения прав журналистов на Южном Кавказе, проблемы четвертой власти. Мероприятие проходит в рамках программы «Символический Кавказский суд по правам человека и гражданские слушания на службе демократии кавказских стран». Проект поддерживается Национальным фондом содействия демократии. Итак, мы начинаем права журналистов на Южном Кавказе, проблемы четвертой власти. В Южном Кавказе идут какие-то слухи, что в таких правовых и свободных странах, как Армения, Азербайджан и Грузия, какие-то проблемы со свободой слова. Вот, наверное, и мы хотим сегодня опровергать это или что, потому что на самом деле мы правовые и свободные страны. Так что, пожалуйста, Первана Байрамова. Первана Байрамова учится в магистратуре ЧИПА и она представляет агентство Туран Азербайджан. Даджи, начинай. Спасибо вам большое. Я буду поговорить с вами о азербайджанской проблеме власти журналистов. Это, как жаль, что в Азербайджане ситуация очень плохая, поэтому я буду поговорить о этой сфере. Так, начинай. Общий фонд в Азербайджане. Касаться в Азербайджане, несмотря на отсутствие сенсора либеральной, водиметренной системы регистрации газет и журналов, на протяжении последних 7 лет, свобода имени неуклонно ограничивается. Сегодня, за сожалению, проходится конструкция сохранения лишь небольших островков свободной прессы. Старт этим процессом был убийством 2 марта 2005 года главного редактора популярного ежедневника монитора Элмарда Сиенова. Следом последовали физические атаки на журналисты, моральные давления, нагнетные страхи, и как в результате своей азербайджанской журналистки сформировалась атмосфера самосенсора. В то же время использование кнута правительства шедро раздавало премьер-журналистов обмен их лояльности. В этом, как же, мы создали специальный государственный фонд поддержки пресса 90% средств, который представляется подрочным властем СМИ. Власти стать прежим на всем многоэтажным домом, как раз будет как в президентском ворудии в 2013 году. Ухудшение ситуации по свободной медиа происходило фактически по всем направлениям. Начинаем с заказа СССР. Сформировавшись, в начале 2006 года либеральный законодательство СМИ последние несколько лет предпало существование изменения странного ухудшения. Например, в этом июне этого года отношение закрыт доступ под предлогом защиты коммерческой тайны, сведения в два дня кампании. Это существование затрудняет антикоррупционное расследование журналистам. Так, в этой статье уже нет привлечения к ответственности. Например, хотя за последние 7 лет было более 400 фактов физической давления на журналисты. С другой стороны, власть очень боится принять закон о деформации, отменяющий отменение наказания за клеветы и оскорблении. Например, в Азербайджане, как последние 3 года, в этой статье журналистов, например, привлекали ответственные и против их используют другие, например, обнимения. Большое обнимение, хулиганство, например, незаконное хранение наркотиков, изменение родина и получение взятки другие обнимается. Но самым делом уголовного наказания за деформацию уже являлся фактором. Что касается уголовного представления журналистов, это сегодняшний день в тюрьме Азербайджана уже более 8 журналистов, привлеченных в уголовную ответственность за свою профессиональную деятельность. Например, речь идет о Роззейнале, он тоже сидит в тюрьме, уже главный редактор газеты «Хурал», Айдин Джаниев, региональный кальспондент газеты «Хурал», Анар Байрам, репортер иранского телевидения «Сахар», Вугар Гонагу и Заргулев, губинский региональный телевидение «Хаял-ТВ», в том числе Хвал Мамедов, главный редактор газеты «Тало-60-О». Вот это наши журналисты, они сидят до сих пор в тюрьме, это как у нас в Баку такая ситуация. О чем судебные иски, я хочу поговорить. Другим следствием давление на свободу прессы является гражданская иска по деформации. Например, по данным Института права медиа, первым полугодным СМИ и журналистом по искам за 6 час достоинства, подобным основным чиновникам, депутатам и крупным бизнесменам, востребование премида 2 миллиона 600 тысяч евро. Это очень большая сумма. Суды вынесли против СМИ шляфа на 91 тысячи евро. Один из фактов, я буду говорить, например, причем, в результате судебной санкции на грани закрытия оказался популярной оппозиционной газеты «Азатлэк» «Свобода». На газету наложена штрафная сумма более чем 65 тысяч евро. И поэтому 5 ноября в связи с этим делом был арестован банковский счет газеты. И до сих пор, с другой стороны, дирекция не может получить в государственной форме распространения печаток газет 35 тысяч монетов из вручения от праждан продажи газеты. Другой проблем у нас – проблем с распространением печати. Как, кстати, на последний год возникли серьезные проблемы об этом. Поэтому я буду говорить о нашей проблеме. Например, в Баку убиваются прежние газеты-киоски, и вместе в них устанавливаются новые, более простые киоски. Но продавцы не могут продать газету, например, другая продукта проводит, а, например, газеты и оппозиционной газеты вообще-то нет. Но все это проводят подъемы продажно-зависленные оппозиционные газеты. И в Азербайджан условия обращается рекламная рынка. И доходы газет на 90% формируются от продажи тиражей. И не трудно представить экономические потери газет от создания искусственного барьера для продажи прессы. А что касается рекламы, это смешно, поэтому реклама рынка в Азербайджане очень ограничена. И многое связано с монополизмом и экономической и отсутствием конкуренцией. Подавляющее большинство общего объекта рекламы по сумме 80 миллионов монатов. Приходится на телевидение и радио тоже. И для опрессии рекламный рынок масс-медиа составляет всего 2 миллиона монатов. Из-за этого суммы большая часть поступает в правительственные печати. Это наша проблема рекламный рынок. А что касается регулярного телевизора решения, это тоже проблема в Азербайджане. Потому что серьезно проблема в шестом сфере решения. Например, 9 общественных национальных телеканалов и более 10 региональных телевизоров занимаются фактической пропагандой власти. Они не обеспечивают прерыве изменения представления альтернативных взглядов оппонентной власти. Тоже ситуация на радиостанции такая. Они больше употребляют на развлекательные программы. Тем не менее, за последние 2 года были представлены, кстати, соответствующие лицензии для решения государственного телеканала культуры и спорт. Эксперты считают, что это не прозрачным, как все предыдущие. Например, национальный телерадио-совет, который воносил под контролем президента. Первые за много лет назад национальный телерадио-совет объявлял частность ФМ в решении на Геонджейском регионе. И так получилось, что после Баку и Нарчуанской автономной республики это стать цветом в регионе. Но так экспертный штат, это не будет прозрачным. Мы уже увидим дальнейшие моменты. И ситуация свободы вложений в интернет. Даже несмотря на традиционные смысл Азербайджана, тоже касается интернета Азербайджана. Поэтому несмотря на форму свободы интернет в Азербайджане, остается фильтрация, блокировка сайтов и факторы преследования онлайн-выражения активистов. Например, в другой стране региональный активист имеет возможность через интернет информировать о проблеме насильника проведения. Но эксперт назывался не случайным преследования региона активистов. Например, у нас такое случайное произошло, и Кирчевского района Халис-Мамедов. Калихас-Мамедов был осужден в 1 апреля. Тремное заключение, 4 года тремное заключение за распространение материала, в том числе видеороликов и незаконно действия полиции в соседнем Уджианском районе. Арестовали по обвинению распространения в интернет в виде материала, выступили главы Губинского района, которым он достигал оскорбительные высказания от других местных жителей. До сих пор, это наша ситуация в свободном вложении в интернет, тоже ограничен. И нам, как физический, а также журналистов, я буду говорить немножко, Кремл-1 полуган этого года 35 журналистам подвергся физическим и психологическим давлениям, угрозам. Например, к примеру сотрудник Института свободы, безопасности, репартии и драки опасных был жестокий избит сотрудникам службы безопасности государственной нефтяной компании. И тоже журналист, расследователь Хадиджи Смайлл, первый раз шантажа и вмешательства на личную жизнь после серии публикаций фактов коррупции вышел на власть Азербайджана. Вот это же в обеих случаях право-вратимые органы становления не наказали лиц совершенных преступлений против журналистов. Это, как наша азербайджанская ситуация, и четвертая власть пока что остановится. Не будет, я не знаю, что будет в дальнейшем. Пока что у вас, азербайджан, проблема эта. Мне очень приятно, что вы пригласили сегодня, но так получилось, что со сменой власти в Грузии вообще у нас происходят интересные процессы в медиапространстве. Они сразу же совпали, и я бы хотела начать, конечно же, с пика, потому что я непосредственно участвовала во всей этой кампании. Получилось, что стала одной из виновниц закрытия собственного канала. Дело в том, что действительно это был на Южном, не только на Южном, наверное, на Кавказе беспрецедентно очень интересный проект. Я пришла туда, потому что это была совершенно другая... Во-первых, делали его BBC-шники, что в наших просторах не снилось ни одному журналисту. Было очень приятно иметь хотя бы такую школу журналистики в то время. Да, действительно, этот телеканал во многом был создан по личной инициативе президента Саакашвили. И мы в основном работали на внешнюю аудиторию, это Кавказ, это постсоветское пространство. Нашими зрителями были все, кто интересовался происходящим в регионе, в Грузии, на постсоветском пространстве. Это была широкая корреспондентская сеть. И мы делали все для того, чтобы наши зрители, где бы они ни находились, русскоязычные зрители, могли получать сбалансированную информацию. В том числе, первый информационный «Кавказский» был единственным телеканалом, который снимал разгон акции протеста 26 мая в Тбилиси. Просто все остальные камеры просто остановили. У нас там было три оператора. Двое были очень сильно избиты, камеры были сломаны. Но один, буквально, извините, в трусах вынес оттуда чип. И потом эти кадры увидели не только зрители «Первого Кавказского», мы поделились с рейтерами, со всеми остальными. Я просто имею в виду, почему я возвращаюсь к этим деталям, потому что изначально была взята несколько иного планка. И впервые на моей памяти случилось так, что менеджмент не проглотил, грубо говоря, эту обиду, не сказал, что, ну, ребят, ничего, был разгон, вас побили. И наш менеджмент тогда официально потребовал у Министерства внутренних дел не только извинения, возмещения и ущерба, они сказали, что мы на вас подадим в суд. И нас тут офигели. И сказали, что, ребят, ну, мы понимаем британские стандарты, но не до такой же степени. Я думаю, что, да, через год менеджмент у Пико сменился, но я считаю, что это было символично, что потом пришел другой менеджмент, который считал, что президента Саакашули должно быть больше в эфире и не гоже президента только 35 секунд давать. Ну, не по-нашему, не по-кавказски. Ну, как бы то ни было, Пик уже занял свою какую-то нишу. Я просто скажу только по интернету наш сайт. За годы 8 месяцев, насколько я знаю, постили 34 миллиона человек только в интернете. Уникальных пользователей, насколько мне ребята с вами бы сказали, в день было 100 тысяч. И, в общем, что-то стало получаться. И вот в самый неожиданный момент вдруг мы узнаем о том, что канал закроют. И это происходит, выходят кулуарные слухи. На первом канале созываются какие-то освещания, где об этом открыто говорят. Естественно, мы сначала, как журналист, мы пытались это перепроверить. Никто не подтверждал, не опровергал эту информацию. Затем мы стали свидетельствами того, что канал просто исчез со спутника. И уже стали звонить зрителям, писать в интернет и говорить, что с вами происходит. Вы закрылись, где вы? И, естественно, мы опять обратились к руководству ОВГ, потому что это третий канал. Мы производили продукцию для третьего канала общественного вещателя. И лично я звонила директору общественного вещателя энное количество раз только на мобильный телефон. Потом я туда приехала. Я подумала, что, может, мне дадут, я не знаю, там пропуск. Я смогу, хоть кто-то сможет это прокомментировать. Комментариев не было никаких абсолютно. И мы решили, что мы не можем выходить в обычном формате и рассказывать новости, когда мы не знаем, сможем ли вообще мы встретиться со своим зрителем завтра. И мы решили задавать те вопросы, на которые не получили ответы в прямом эфире. Это касалось в том числе, в первую очередь, почему ПИК без предупреждения сняли со спутника. Половина сотрудников наших не получила к тому моменту зарплату. Это не те журналисты, кстати, которые устроили акцию протеста в прямом эфире. У них как раз зарплаты не было задолженности. И третий вопрос был, что будет с русскоязычным каналом на Кавказе, с первым кавказским. И, собственно говоря, получилось, что это было то, что взорвало эту тишину вокруг ПИКа. Директор общественного вещателя, конечно, не стал созвать пресс-конференцию, а позвал собственного журналиста в свой кабинет и сделал комментарий. Затем, вы, наверное, все знаете, что там были разные оправдания, но главное то, что журналисты, те вопросы, которые мы задали во время молчаливой акции протеста в эфире нашего телевидения, стали одной из официальных причин пересмотра отношений с телеканалом ПИК. Вторая причина – это самовольное поднятие канала на спутник. Насколько мне сказали мои друзья, они загуглили, и оказалось, что мы такие первые в мире тоже. Никто не знает никаких подобных причин закрытия телеканала, нигде никогда не происходило. Затем мы решили, что у вас речь идет об общественном интересе, и это общественный вещатель, то мы вынесем это на суд общественности. И мы устроили еще одну акцию протеста уже у парламента с требованием все-таки проверить, провести аудит на Первом канале и дать, конечно же, оценку того, что значит, там была замечательная формулировка, что журналисты посмели устроить несогласованный протест. И у меня возникли вопросы, с кем я должна согласовывать свои вопросы от нее. И, естественно, мы было замечательно, утверждали парламент, мы встали у парламента, и все политики, что называется, плели к нам в руки, к микрофонам. Вот мы у них у всех спросили. Так совпало, что в парламент мы направили эти требования свои, они долго думают, но уже на Первый канал, как вы знаете, вошла, там проверяют финансовое состояние, и, что самое удивительное, это вызвало огромный протест со стороны общественного вещателя. Оказывается, это нарушение свободы слова и выражения журналистов, что у нас нельзя. Обществу интересоваться, сколько и куда тратятся деньги. При том, что общественный вещатель, ну, мягко говоря, у них всегда есть проблемы с финансами. К чему я говорю, что даже если внешне тебя не избивают, а тут я ходила, наверное, на одну любопытную пресс-конференцию, которую проводили уважаемые западные дипломаты, они проводили мониторинг нашей прессы, и они говорили, вот у вас такая профессия опасная, в Сомали убивают. Я сказала, как замечательно, что мы не живем в Сомали, нас не убивают. Но давайте все-таки про наши проблемы. То, что у нас общественный вещатель, вот такое стеклянное здание, не гарантирует его архитектурную прозрачность, реальную прозрачность. И слава Богу, что мы имели отношение к общественному вещателю, потому что у нас было моральное право, и как у граждан, и как у журналистов, и как у граждан, просто поинтересоваться. Ну и как у человека, который, грубо говоря, остался без работы, потому что у нас такие контракты, с которыми ты не будешь спорить, и у тебя нет шанса в суде. Но у нас был шанс, как у граждан, которые считали, что они производят общественно важную работу, делают, вот задать вопросы общественному вещателю, который все-таки под отчетен обществу. И я очень рада, что вот эта мальчливая акция протеста, или как бы вы его ни назвали, все-таки, во-первых, нонсенс случился, из-за вопросов журналистов закрыт целый канал. Во-вторых, что это станет одним из причин пристального интереса, в том числе к самому общественному вещателю. Что касается дальнейшей судьбы телеканала ПИК, то мы считаем, что, раз это общественно значимое дело, иначе общественный вещатель не стал бы открывать третий канал, то мы считаем, что открывать или закрывать этот канал, опять-таки, прерогатива общества. И мы сегодня, кстати, будем, там пройдут общественные слушания, опять пусть граждане Грузии, журналисты, эксперты скажут свое слово, нужен ли им в стране русскоязычный телеканал, готовы ли они за него, ну, если не бороться, то хотя бы платить, как они, и самое главное, что они хотят, в каком виде они хотят видеть. Мы хотим услышать не только то, какие мы хорошие, а то, какие к нам были, к слову, претензии, да, если таковые были. И мы хотим вывести этот процесс, чтобы так не получилось, что один политик, грубо говоря, его открыл, а другой закрыл, чтобы когда-нибудь в этой стране общество что-то решало. Что касается других, пик, с пиком произошла очень громкая скандальная история, потому что они, наверное, не рассчитывали на то, что журналистам будет такой протест. И в этой форме, я вам хочу сказать, что после выборов изменения практически коснулись или коснутся всех телеканалов Грузии. И меди сразу же сменил собственников, то есть у нас не успели еще бесплатно, все бесплатным стать, повысить зарплату, улучшить уровень жизни. Первым делом вот изменения коснулись телеканалов, и мы наблюдаем борьбу за кнопки. Это неудивительно, потому что согласно Кавказскому ресурсу-сентру, это исследовательский институт, он говорит о том, что 88% наших граждан получают информацию именно по телевидению. Поэтому, конечно, в Грузии это всегда был, остается инструментом политической борьбы. У нас довольно поляризованные, политизированные СМИ. Кроме того, что и меди успел вернуться за один день и за три лари бывшему владельцу справедливость, так сказать, восторжествовала. Мы не знаем, что будет с РУСТАЛа-2, который пока остается проправительственным, но уже слышали о заявлении бывшего владельца. Есть стекло, еще пять минут? Пять минут? Хватит. Я... Две минуты мне хватит. Спасибо. Да, вот. Мы не знаем, что будет с РУСТАЛа-2, потому что там бывшие владельцы тоже заявляют свои претензии. Нынешние каналы также сменили за один день на 30 тысяч долларов. Один из каналов Реал-Тиви за один день сменил собственника. Он полностью будет тоже реорганизован. Бывший канал Министерства обороны теперь будет также сменен собственников. Там фонд гражданских инициатив, если я не ошибаюсь, так называется этот фонд. Там жена нашего секретаря Совбеза финансировать этот новый канал будет Таха Дендукидзе. И они обещают, что это будет такой вот группор ЯПИ, реформаторов Саакашвили, который будет комментировать те или иные события. Они станут, если не политическими, то уже медиаперсонами точно. Кроме того, по общественному вещателю. Понятно, что когда у общественного вещателя появились проблемы, то мы не видели там граждан, которые бы отстаивали общественные вещатели. Оказалось ситуация, что общественный вещатель в этой форме, в которой он существует, обществу-то и не нужен. И пришли его защищать, как неудивительно, представители бывшей правящей партии. С другой стороны, получилось, что из общества никто и не готов за него, что говорит, не то, чтобы драться, слово «замравить». И получилось, что некая самоиллюстрация, что действительно наверняка не зря люди заговорили о том, что не зря общественные вещатели все-таки обвиняют в политических симпатиях. Это все, что я хотела сказать. С января в Грузии будет 9 грузиноязычных каналов. И, конечно, это будет медиаресурс Бедзин и Иванишвили. Здесь еще другая проблема в Грузии. Наверное, редко у кого в стране был премьер-министр, я не знаю, про Азербайджан, там нефтяных денег много, но у нас пока не было, чтобы нами руководил человек в составе нескольких государственных бюджетов. И здесь тоже есть опасность, что мы можем получить, конечно, нового Берлускона, у которого будут медиаресурсы неограничены. И я не знаю, что из этого выйдет. С другой стороны, он обещает, что он уйдет из политики, он за демократию, возможно, сделает другие выборы и, возможно, будет способствовать тому, чтобы в медиапространстве и на телевидении политических денег стало меньше. Если вы следите за слушаниями, символическими судами, то, значит, схожая тема была на одном из последних в Тбилиси, и там я говорил о проблемах в Армении, о лично проблемах нашей команды, моих коллег. Сегодня я хочу тоже немного поговорить о пике, но это совершенно не значит, что проблемы решились в Армении и свободы стало больше. Скорее, наоборот, в силу некоторых политических особенностей эти проблемы тоже иногда другие, в силу того, что и денег поменьше, наверное, и поляризации как таковой денежной тоже не существует. Но вот почему я буду говорить о пике? Не потому, что я гражданин Грузии и я плачу налоги в бюджет. Ну, потому что сам пик в самом названии его, это, значит, амбиции немного побольше, чем грузия и грузинский слушатель. Вот. И поэтому, как бы, вот говоря о том требованиях общества, надо учитывать, что вот эту аудиторию, да, саму. Я следил за пиком, я не буду адвокатом дьявола, то есть вот именно те вот плохие вопросы, да, чисто с точки зрения коллег. Я полностью вас поддерживаю, полностью солидарен с тем, что вы делаете, но вот эти вот грязные вопросы я хочу, конечно, сегодня задать. Ну, вот. Значит, вот эта идея создания южно-кавказского или вот такого канала, который вещает на Большой Кавказ, она есть, то есть этот вакуум есть. Сейчас и нашлись деньги под это, деньги государственные. Не случайно, что это в Тбилиси, да, и при Саакашвили, потому что у него в политике тоже, да, есть вот такие региональные вот какие-то претензии и амбиции, вот разговоры о конфедерациях. И поэтому вот в этой логике есть пик. Он создался, собрался команда. Значит, первый информационно-кавказский, то есть все ясно, да, куда будет. Я следил, прошло время, и я все-таки не согласен, что вот эти другие репортажи, вот эти другие эксперты в полном объеме были видны на этом канале. Я не считаю, что лицом канала стал выпуск новостей, скорее другое, да. Значит, вот эти текущие другой истории, учитывая, что мы имеем, мы имеем, значит, кремлевские вот эти каналы, да, когда говорим, вот какой вакуум заполняем, имеем англоязычные каналы, которые, в общем-то, если это из Америки, они очень на себя, ориентированы на свою публику, да, и вот не очень популярны. Вот эти другие репортажи, даже из Армении, из Азербайджана, пусть даже серым, вот это не стало брендом. И вакуум, я считаю, что не был заполнен, да, хотя было какое-то время. И заказчик был на первом плане. Потому что концепция, которую я воспринимал, да, я говорю и как зритель, и как коллега, то есть концепция мочить Кремль, мочить Путина, да, насколько бы благородной это, цель, насколько бы не была благородной, эта концепция не может быть в основе журналистского проекта. Это может каким-то образом стать следствием твоей деятельности, кого-то замочить, да, кого-то, но это не может быть вот первоочередной амбицией. И мне кажется, за пределы этой концепции не всегда удавалось, не всегда удавалось Пику выходить. То есть главный вопрос, что вы будете делать, если возобновлять вещание, или что вы будете делать, если опять найдутся средства для другого такого проекта. Хотя надо учитывать, что закрытие Пика наносит удар по возможным, другим подобным проектам общерегиональным, вот каким-то, да. Я сейчас еще немного поругаюсь, потом будете отвечать вы. Значит, допустим, мы опять нашли средства, и мы хотим сделать такой крутой канал. Мы пригласим людей из BBC, мы соберем, переманим все «Эхо Москвы», новую газету и, не знаю, «Дождь», телеканал «Дождь». От этого эти люди, они перекрыли, во-первых, вот именно это лицо канала немного. Я говорю и о Гонопольском, я говорю и о других, ну и даже вдова Дудаева, да. Больше, когда говорили о Пике, люди именно вот, эти люди все-таки перекрывали. Мне хочется знать, то есть, а вот журналистская команда, люди, которые именно работали с фактами, и то есть вы, да, вот этот информационный наблок, вот этот внутренний конфликт, он был или не был, то есть вот то, что вот эти бренды, которые пришли из Москвы, которые, когда вещают из Москвы и мочат Кремль в Москве, это совершенно другое. То есть, когда я, когда я критик Еревана в Ереване, это другое, когда я критик Еревана в Баку, это другое, и, да, надо как бы учить в этом. Вот. Причем, давайте еще вспомним, не отходить от темы, у нас есть проблема четвертой власти, да, вот нас обзывают четвертой властью, кто и почему это делает. Значит, с первыми тремя властями, этими вот судебная, законодательная, с ними как-то вот в классическом примере, они все и зависят друг от друга, и как бы независимы. Когда говорят о четвертой власти, это значит не очередная власть, а это уже получается твой номер четвертый. То есть, ты под этими властями, да, вот этот момент. И журналисты вроде как и не против, да, бывают. И на самом деле возникло вот этот протест, вышел бы на общественный уровень, если бы хотелось говорить, что именно у вас, у информационщиков не было задолженностей, да. То есть, мы создаем проблемы людям, которые каким-то образом финансируют, или это даже рекламодатели кто-то. Создаем проблемы когда? Когда упираются в деньги, или все-таки есть какие-то профессиональные проблемы тоже. Дальше чего мы заходить не можем? Где вот эта грань, когда журналисты уже, ну, ни за какие деньги, ну, этого я не сделаю. То есть, вот есть какой-то момент. Вот эти вопросы я дам. Хочу. Во-первых, начинаются проблемы тогда, когда воруют общественные деньги. Потому что вопрос не о моем личном трудоустройстве. Я никогда не обращалась ни к кому с просьбой «возьмите меня, я осталась без работы», потому что работу я найду, у меня уже есть предложение. Вопрос не в этом. Потому что нельзя канал, в который были вложены миллионы денег налогоплательщика, который уже создал, занял какую-то мышу, у которой уже есть зритель, просто вырубать из кнопки в один день, не объясняя никому ничего. Мы обязаны были зрителям хотя бы сказать, что, знаете, ребята, мы или переходим на другой спутник, или мы просто закрываемся, до свидания. У нас такой возможности не было. Это вызывает огромный протест. У меня лично вызывает. Мне заплатили зарплату сполна, я еще раз повторяю. И я не выходила на акцию протеста с требованием дать мне зарплату. Опять-таки. Хотя, я считаю, что те 400 человек, которых в один день просто взяли, что называется, выкинули, да, тоже вызывают вопросы. Они, наверное, заслужили хотя бы, я не знаю, человеческое спасибо, ребята, и вот так получилось. Тоже можем говорить. Что касается о том, начали ли мы с утра до ночи Путина, вы знаете, на Кавказе очень мало тем, где Россия в той или иной степени не замешана и не участвуют. Проблема в другом. Почему первоинформационно-кавказские с самого начала нас восприняли так, что нам не давали никаких комментариев официальные лица российские? И, конечно, когда ты вынужден обращаться к экспертам, когда ты вынужден обращаться, то есть официальные комментарии у тебя в какой-то или иной степени заблокированы, если они выкладываются рейтерам, это создает проблему, в том числе и для журналистов. Я согласна. Но скажите мне, как эти барьеры брать? Потому что я работала в свое время и в новой газете, опять-таки тоже раздражала Путина, но извините. И там тоже самая проблема, там тоже в какое-то время не давали официальные лица, не то что интервью, и комментариев часто не давали этой газете. То есть с самого начала было, конечно, недоверие к первому кавказскому, ввиду того, я вас поняла, что он создавался в Грузии, но я именно пришла сюда, потому что это не местечковый был канал с половиной псевдомовостей, а интересовали какие-то серьезные, в том числе темы, которые выходили часто из-за пределами нашего бота в Грузии. Для меня это было интересно. Что касается проблем, я считаю, что журналисту, я не говорю о том, что на пике не было ни одной проблемы, наверняка они были. Но ведь разговор не шел о том, что, ребята, вы здесь не так работаете или там, я не знаю, к профессиональным стандартам журналистов, по крайней мере, это не стал. Причиной закрытия канала стал вопрос, который журналист посмел задать директору общественного вещателя. Я считаю, что это большая проблема. Я расцениваю это как давление на себя, да. Что касается того, а потом еще он признал, замечательную речь сказал, что оказывается, он имел право, как заказчик, вмешиваться в редакционную политику. Слава Богу, он этого не делал. Поверьте, там протест был бы, наверное, пораньше, я думаю. Или какой срок, вот я точно не знаю. За этот срок, да, я опять же не вас виню, большая команда была, за этот срок вот в репутационном смысле перейти, можно было ли, мне кажется, мне я склонен, что можно перейти к тому, чтобы вот, ну какая-то очередь возникла финансировать этот проект, да. Как-то, чтобы не был один источник, даже если это общественный вещатель, даже если бюджет, как-то диверсифицировать именно источники финансирования. То есть и бизнесмены можно найти, и не самого крупного, и не одного, да, думаю. Вот сделать что-то вот такое, потому что, ну, звать бизнесмены, чтобы звать Собчак, вот, мы скажем, что границы на Южном Кавказе закрыты, и рынок неоднороден, то есть какой рекламодатель придет на этот рынок, да, но есть какие-то газировки ядовитые, да, которые не знают границ, да, везде их продают. Есть что-то, и можно кого-то привлекать. Это не может стопроцентно покрыть все доходы, но я не против. Пусть это будет и общественный сектор, пусть это будут какие-то западные гранты, пусть это будет помощь каких-то больших корпораций информационных. Это не один источник, то есть нет короля, не король, а много. Это может быть, если мы хорошо изучим аудиторию, может, и в аудитории есть люди, которым можно показать легкий путь, как бороться за этот канал, просто платить за это дело. То есть за информацию можно и заплатить, потому что это все-таки каких-то трат стоит, да. Это все, и я думаю, это возможно. Не знаю, в какой степени. Может, сейчас хорошие менеджеры все это изучат и скажут, чушь собачья, то есть, ну, мне кажется, это можно сделать. Серьезно, общий Кавказский канал, а потом, наверное, еще будут сидеть, как мы сюда делали, когда у нас был материал из Армении, мы обязательно потом давали из Азербайджана, потому что на второй день это было бы очень сложно. Поэтому, ну, мне кажется, что востребован такой канал в регионе, ну, вот, дальше, опять-таки, это очень много нужно думать. Я была бы рада, я была бы рада, если бы нашелся независимый источник финансирования. Просто, во-первых, наши зрители, они еще не так хорошо живут, наверное, на уровне жизни в этих странах и не так понимают, зачем им этот, да, русскоязычный канал, за который они будут платить. Я очень сомневаюсь. У нас даже за, я думаю, за общественные вещества никто в стране платить-то не хочет и не будет, если не из бюджета выделять. Поэтому, да, я считаю, что это очень интересно, чтобы он был ориентирован на рынок. Но вот как делать, я не знаю, честно вам, скажи. Большинство из них работают в средствах массовой информации, в которых не стоит задача писать правду или неправду. Стоит задача, то есть написать вот это или это. То есть сейчас, если посмотреть на новостников, то это диктофоны, то есть это не журналисты. Он идет, ставит диктофон, потом берет и просто пишет, что надиктовали. Есть другой класс журналисты, которые аналитики, которым позволено нести отсебятины. Он никогда не ходит, он сидит в кабинете и выдает каждый день по вот такому маленькому шедевру, где он учит жить, где он факты мешает с комментариями, где он знает, в общем, решение всех проблем. И он тоже обслуживает, в общем-то, власть. Вот есть такие моменты. И осталось очень небольшое количество людей. В общем-то, уже сказать, что вот сейчас есть какие-то журналисты, которые серьезные проблемы очень серьезно ковыряют, их просто нету, или они не имеют именно выхода на средства массовой информации. Ну, может это быть какая-то социальная сеть, может какой-то блок быть. Вот в этом смысле. Как их преследуют? Я опять же говорю, тактика немного поменялась. Последний случай вот так, чтобы... Ну, во время обычно президентских выборов накаляется ситуация, когда могут побить, когда могут вот что-то сделать. Последний раз это было именно в 2007 году, в 2008 году, когда полиция там вот препятствовала работе, очень грубо применяли физическую силу. Вот. Вот такие есть проблемы. То есть проблем нет, потому что журналисты перестали их создавать. А рейтинг телевидения какого-то, если мне... Ну, какого-то? Ну, рейтинги... Я знаю несколько компаний. Ну, в основном на первых местах это сериалы, которые за 80% зашкаливают. Телевидение, но это общественный канал и пара каналов, которые тоже на всю страну и по спутнику. Ну, то есть включают телевидение не за новостями в основном. Телевидение это вот какое-то такое развлечение сериальное. То есть за новостями в телевизор не идут. Есть у нас, допустим, канал Еркиль Медиа, который вот вроде бы это Дашнак Цюсун, вроде это такие... Они позиционируют сейчас, говорят о том, что они оппозиция. Ну, такая очень ласковая, очень предсказуемая оппозиция. И считается, что им позволено немного больше, чем другим, да? Ну, во-первых, у них никакой рейтинг. То есть я не хвастаюсь, но их новостной выпуск смотрит в два раза меньше людей, чем заходит ежедневно на наш сайт, допустим. Ну, и критика вот так, немного вот так ласково. Ты не хороший националист, а я мог бы быть лучше. Вот что-то в этом стиле. То есть сказать, что это критика, конечно, нет. То есть они не докопаются, ничего такого серьезного нет. На самом деле это одно из вот этих табу. То есть критиковать сейчас можно, но надо знать, как критиковать. И это в интернете в основном, да, вот критикуют. Есть какие-то личности, которых вот это не трогать. Армейские темы, вот это не трогать. Какие-то вот с Карабахом связанные моменты, да, вот это не трогать. С историей современной связанные есть очень эпизоды, очень важные. Вот туда-то ты не лезь. Вот сюда полезешь, уже знай, что будет что-то очень плохое. Нет, конечно, телевидение тотально контролируется. Никакой такой серьезной критики, серьезной журналистской работы нет. Продолжение следует...